Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире Народной Волны с Игорем Цесарским. Издать в эфире программа Радиоблог. Игорь Цесарский. Добрый день. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Серёжа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Итак, очередной у нас день, который очень памятный. Потому что в этот день как раз начинались события, насколько мне помнится. Может я ошибусь, может быть даже не этот день, а следующий станет весьма памятным в нашей жизни. Почему? Потому что именно вот в эти дни произошло событие, которое... Ну вот это вот когда-то в одной стране 10 дней, которые потрясли мир, там писал американский журналист Джан Рид. А здесь вот произошло следующее. Был такой человек по имени Джордж, по фамилии Флойд. Случилась с ним в Миняполисе незадача. Такая незадача, которая кончилась тем, что он в больнице отдал Богу душу. А после этого, после этого произошли большие волнения в стране. После этого поднялись организации, БЛМ, поднялась Антифа и прочая-прочая сволочь. Которая, в общем-то, погромила, пограбила. Сколько жертв было, ну в общем, вы сами и без меня, наверное, знаете цифры. Невыгодно подсчитывать, потому что на самом деле у нас теперь борются исключительно с внутренним терроризмом, а не вот с этими всякими нехорошими организациями и людьми, которые в эти организации входят. Ну, сегодня это одна из, конечно, тем, и я ее хочу обсудить с моим гостем, с моим другом. Это Джек Нейхаузен. Это известный в стране нашей импресарио. Это по совместительству он же и муж элиты, певицы, которая, в общем-то, благодаря совместным усилиям выступала в десятках стран мира с большим успехом и выступает поныне. Ну, а сейчас Джек в своей кондо-студии, я бы сказал, и готов с нами пообщаться благодаря тому, что есть скайп, есть хорошее настроение, несмотря на иногда происходящие не очень хорошие вещи. Джек, привет. Привет, привет, приветствую всех и слушателей, и тебя, Игорь, и жаль, что ты напомнил про эту дату. Ну, хорошее что-то, можно напомнить. А, ну, пожалуйста, если ты хочешь сдвинуть нашу беседу в сторону исключительно положительного, то флаг тебе в руки и ту самую майку лидеров. Давай. Но, может быть, и так. Я считаю, что этот момент был самым низким вот за последние, может быть, 50 лет точно, когда перед позолоченным гробом преступника на коленях стояло правительство. Это даже создать и осознать невозможно. Может быть, это положительно, может быть, после самого низкого, может, все как-то пойдет в лучшую сторону. Ну, что ниже, чем это быть не может. Даже, даже, если полицейский был неправ и превысил свои силы. Полицейский такой же человек, как рабочий на фабрике или пьяница в пивной. Да, у него работа очень серьезная. Но люди же разные. Должны же быть и в полиции где-то пару процентов людей, которые могут сделать неправильный джаджмент. Вот, например, как раз на эту тему я недавно писал про оружие, про такие вещи. И там у меня есть первый момент, когда я встретился с американским полицейским вплотную. Я познакомился с ним близко, зная, что он полицейский. Его очень интересовало, что я только что приехал из Советского Союза. И когда я говорил ему «милиция», он говорит «как, в городе милиция?» Я говорю «нет, это, ну, по-вашему, это полиция, по-нашему, милиция». И это первый раз в жизни я держал пистолет. Первый раз. Потому что где мне в Риге было иметь пистолет? В армии я не был. Спасся в институте. А тут человек мне вынимает и дает вот эту мощную вещь. И вот очень коротко скажу об этом. Он сказал, что полицейский должен быть хозяином города. Прав он или не прав. Потому что неправ – это очень маленький процент. А предохранять людей от трагедии, от грабежей, от убийств – вот это настоящий процент защиты. И он мне говорит, когда я вижу, когда я вижу кого-то с оружием, он говорит, первое – это мгновенно стрелять. Если я успею крикнуть там «брось оружие!» Но он говорит, ты сам боишься из-за себя, из-за своих родных. И адреналин жуткий. А может быть там заложники. И он говорит, успел ты или не успел? Я ему говорю, стреляй в ногу, в руку. Он говорит, в эту минуту и ты бы ни в ногу, ни в ногу в руку не стрелял. Ты вот в это тело. Куда попал, туда попал, чтобы остановить. Я понял это, более не менее. Но он мне показал на ручке пистолета три таких напильника, сделанные из зарубки. Он мне говорит, а знаешь, что это? Я говорю, нет. Он говорит, а вот эти три человека, которые не бросили оружие. Мне даже неудобно было спросить, ты их убил? Наверное, убил. Тут, даже вот если Флойд ошибка, это неправильно. Но Флойд же не был библиотекарь или студент, который шел с вечерних курсов. Ребята, ну это же был профессиональный преступник. Матерый. Матерый. Полностью заряженный наркотой. Трагедия. Увольте полицейского. Дайте срок. Я даже не говорю, а что вы сделаете. Но дойти до владельцев государства, встать на колени перед этим. Никто не встал на колени перед, помнишь, убитым полицейским. Подбежали к машине какой-то там малыш и застрелил его. И не нашли. И все забыто. Ну, может быть, это вот время. Новое время. Ну, новое время, ты знаешь, я, во-первых, адресую наших слушателей к той статье, о которой ты упомянул. Ведь она у нас напечатана в континенте. Поэтому continentusa.com, Jake Neyhausen. А если вы в поиск пойдете, вы много интересных материалов найдете. Причем на самые разные темы. И что важно, что вот у нас много авторов. Но у каждого свой опыт, естественно, и американский тоже. Я твой опыт почему уважаю особенный? Не только за твои качества литературные, журналистские и так далее. А еще за тот большой опыт здешней жизни. Потому что это почти полвека. И все-таки... Да? Сколько? 50 лет без года. Без года. Без полгода. Без полгода. Ну, вот скоро полвека будем праздновать, я думаю. Так вот, есть с чем сравнивать. Потому что те, кто приехал позже, все-таки в какой-то степени, скажем так, не застали того, что застал ты. А, следовательно, это, конечно, дополнительные вещи, о которых ты можешь рассказывать. И вот это всегда интересно и всегда вызывает много, конечно, каких-то комментариев, обсуждений и так далее. Споров в том числе. Ну, видишь, мы начали с этого так называемого святого. Естественно, про полицейского оценивать то, что он сделал, хорошо или плохо, знаете, должны были сделать это эксперты. И первоначально сделали, потом надавили на экспертов, подменили их вердикт и поехало все. Поехала толпа, диктовала, что делать. И человек сейчас, который, в общем-то, достойно работал все годы в полиции, стоит перед тем, что ему лет 40 могут впаять, так забудь здоров. И вот это будет месть, а не правосудие. И всем это понятно. Ну, вот так требует вот это самое... Время. Время. Но оно действительно без прецедента, потому что, я думаю, даже те волнения, которые ты застал в 70-е годы... Бесспорно. ...застал. Они были другие. Другие. Другого рода. И полиция там, пардон, по-моему, не вставала на колени. И полиция отвечала так, что... Отвечала правильно. И я вам скажу так. Там были также профессиональные все эти underground people. Там были люди и с оружием, и с черным кулаком в перчатке. Эти люди, которые шли убить полицейского, но они знали, что никаких разговоров с ними не будет. Их также убьют. Поэтому их было мало. Потому что они не могли привить толпе то, что это все безнаказанно. Мы сможем сломать, сжечь, уничтожить. Толпа, слушая их и даже сочувствуя им, все-таки с ними не шла. Потому что знали, что полиция представляет порядок в государстве. Что это не наклейка на порез. Что это зашьют швы. Наложат швы или убьют. Или просто убьют. Поэтому это было иначе. Вот тут такой вопрос. Но как раз на эту тему Дать преимущество бандиту Или защитить свою семью Тут вот ношение оружия, имение оружия Это очень сложный вопрос. И мы можем говорить о нем часами. Но я вот как свидетель могу вам сказать такую вещь. Что сейчас получить оружие, например, во Флориде Легально. Очереди огромнейшие. С одной стороны, можно сказать, это хороший признак. Люди вернулись к тому, к чему пришли пионеры, которые сюда приехали. А с другой стороны, конечно, это и плохой признак. Вот так. Но вот для меня страшная вещь была еще одна. Признак нашего времени. Это когда Пайплайн, вот эта огромнейшая Колониал Остановили Компании название Черная Лексайт Это как бы Ну, теневая сторона Уже по названию компании, которая это сделала Выкуп Выкуп попросить в наши времена У Считай У Вены, которая снабжает Пол Америка бензином Какова сила этой компании, которая смогла закрыть Попросить выкуп И получить выкуп Не боясь того, что Проследят, куда пошли Наверное, следили Я не снимаю того, что FBI и CIA пытались найти Ну, значит, они слабее Слабее хакеров Хакеров Предположительно Которые находятся В Российской Федерации Ну, по крайней мере На то указывает Тот факт Что в России И в Восточной Европе Они не Свои операции Такого рода не проводят Как мы знаем И это заставляет нас думать О том, что Это ребята оттуда И получается То, что В общем Подобного рода Вот я только об одном Думаю всегда Вот когда что-то такое случается У меня сразу мысль А вот будь сейчас президентом Трамп Мейнстрим пресса Визжала бы Топала ногами В общем-то там Бесновалась бы Как Мы в Америке И вот это вот Терпим Вот такое Куда смотрит Трамп Да? Правильно Сейчас Да, куда смотрит Трамп Но и в то же время Я уверен Что Трамп Мгновенно вошел в контакт С этой компанией И сказал так Будем платить Платите Потому что нам нужно Чтобы открыли Но я вам говорю Что в течение Там Сколько-то их месяцев Мы их возьмем за горло Это не первый раз Да? Большие компании Таргет платил Многие платили уже им Это не первый раз Это показывает Вспомните на миллиарды Потраченные на Высосанные из пальца Импичмент Трампа Вспомните на миллиарды Которые потратили Ездили в Европу Собирали документы Об этом Собирали документы Об этом Где эти люди? Где дуром? Где бар? Где это все? Эти Какой может быть CIA и FBI Когда такие ничтожества Ходили Заведомо Врав На врав народу Ходили Давали интервью По телевидению Не, ну О чем ты говоришь? Если мы имеем На руках Мы видим Одного только Красавца По имени Хантер По фамилии Байден Да Который Который теперь И большой писатель И большой художник И вообще Просто Аж Нью-Йорк Таймс Слю не пускает Умиление По поводу его О чем Мы можем говорить Значит опять Старая вот эта Латинская еще пословица Что дозволено Юпитеру Не дозволено быку Ну Юпитер у нас известно Сидит в Белом доме Который Периодически забывает Как зовут его близких Ну и сам он Непонятно На каких вообще Еще батарейках Он еще работает Это большой вопрос Ну Серьезно А вот Я бы хотел у тебя Все-таки Более приятный Как бы Перевести стрелку На тему Которая Ну наверное В большей степени Нас Чем-то может порадовать Расскажи пожалуйста О событии Которое Произошло буквально Вот-вот Там где ты живешь У нас в Флориде Да Меня Приятно Поразило Ошеломило Ситуация Которая Произошла У нас Ну Слушайте Господа Вчера Вчера Это Передать нельзя Словами Вся Холлендейл Это такой Как город Ну тут же все Один сплошной город Флорида Значит Центральная улица От моста Вест Это далеко Далеко На несколько Там Три-четыре-пять километров Тысячи людей За Израиль Стояла полиция Которая Даже ты смотришь На нее И ты знаешь Что не стоит Крикнуть Что-то Проарабское Или Толкнуть Какую-то Там Женщину Еврейку Или бросить камень Ты знаешь Вот это Создает Чувство Что Хозяин Может Командовать Своим Штатом Городом Это началось С Джулиани Когда он Командовал Нью-Йорком Вернул Нью-Йорку То что Нью-Йорк Уже Полностью Растерял Сейчас И у нас Бог Послал Этого Десантиса Мы с элитой Поддерживали Его Давно Ходили на Все его Фандрейзинг Персонально Имея много Фотографий С ним Он создавал Впечатление Такого Может быть Не очень Чуть-чуть Трамповское Впечатление Немножко Неполированное Немножко Сразу Отвечает Но Посмотрите Что он Сделал Штатом Со Штатом Со Своим Абсолютно Вот Я это Видел Вчера Хорошо Что это Было За Израиль Что это Было Абсолютно Честное Без Должен Должен Быть Про Израильтянином Этого Никогда И не Было Но Было Уважение К Стране Уважение К Союзнику Уважение К Бизнес Партнеру Который Кстати Файзер Откуда Пришел Уважение К Таланту Уважение К Военной Базе Но Когда Блантлы Какие-то Вчерашние Обслуживатели В ресторане Начинают Говорить Тебе Что Это Полный Апортуит Что Это Убивают Они Детей Это Вечная Старая История Дети Пожалейте Детей Страшно То Что Они В Конгрессе И Они Не Пришли Туда Просто Там Кто-то Сказал Заходи Поддержка Миллионов В своих Округах Выбраны И Когда Я Это Увидел На Улицах Я Надеюсь Что В Других Штатах Это Увидели Что Есть Все Таки Люди Которые Не Боятся Выйти На Улицу Я Думаю В Нью-Йорке Трудно Было Это Сделать После Того Что Нью-Йорк Уже Видел Полный Разгул Полный Беспредел А Здесь Знание Что Полиция Наши Права Ограняет Ну В Нью-Йорк Ты Наверное Видел Тот Самый Ролик Когда Двое Действительно Израильтян Там Да Вот С этой Кучей Вот Этого Этих Подонков Которые На них И Самое Интересное Чем Ролик Кончается Израильтянина Забирает Полиция Так вот Говоря о том Что ты мне говоришь Джек 50 лет в Америке Я помню 70-е годы Когда была Jewish Defense League И все смеялись Над мейером Кахана Тоже мне Бандитов С цепями Еврейских Всякое там Шелуху Набрал Я никогда Не забуду Вот Персональный Случай Когда О элите О элите работал В ночном клубе Хозяин Не платил Первую неделю У меня сейчас нету Вторую неделю Она работает У меня сейчас нету Я пришел И говорю Послушай Ну Мы Новые вообще В стране Нам каждые Копейки Мы живем На бюджете Суди меня Я платить Не буду Я ей говорю Больше не работай Совершенно Случайно Один еврей Услышал это В нашем районе Жил И говорит Да обратись ты Еврейскую Jewish Defense League Я говорю Ну какой Defense League Он говорит Послушай меня Отвел меня Этот мэр Кахана Он был американец Фактически Он же был американец Ну да А сколько он тебе должен Я говорю Всего тысячу долларов 74-75 год Тысяча долларов Это была другая Тысяча долларов И когда у тебя Рассчитана Рента У меня английского Нет Я работаю Заполняю машины Бензином Это все было Он мне говорит О чем ты говоришь У меня через три дня Было это Тысяча долларов И я спрашиваю Никак Ну он говорит Ну как Ну пришли Наши люди И сказали Ну ты должен Нашему Одному здесь Еврейке Певице Твои деньги Он увидел С кем он имеет Дело Он мгновенно Поехал К нами в банк А кешил Свой чак Какой-то И дал нам Тысячу Вот не хватало Jewish Defense League Сейчас И кто И убили же Кахана Который говорил Что должны Защищать Должны быть сильные Ни на кого Не надеяться Но Ну сильные Вот тут Большой вопрос Ты же видишь Что произошло С теми Кто вышел 6 января Их держат В одиночных камерах Их там Практически 800 человек Содержат вот так Подонка Который продавал Вот эти кадры Салливан БЛМщик И так далее То есть Его вот Сейчас эти деньги С него изъяли И все Ему там Обвинения какие-то Вызвинули Но его выпустили При этом Под подписку О чем это говорит То есть Получается Если ты себя Захочешь защитить В таком же Нью-Йорке Не факт Что еще Тебе боком Это все не вылезет Так это говорит О самом страшном О том Что конституция Уже отодвинута На этом столе Далеко И зарыта Под бумагами И люди Которые Я был поражен Всеми людьми Которые благодаря Трампу Попали в Супрем Корт Имеют они Не то Что они Благодарить Должны Трамп Своими поступками Но они Должны Помнить Издевательство Которым Они были Покрыты Чтобы Попасть Супрем Корт Важные объявления И возвращаемся Через несколько минут Люди О которых Говорят И которых С удовольствием Слушают Настоящие Профессионалы И интересные Собеседники В прямом эфире Народной волны С Игорем Цезарским Возвращаемся Возвращаемся в программу Радиоблог И напомню В этом сегменте Вы можете позвонить В студию По телефону 847-400-5200 Если у вас есть вопросы И кстати Игорь Есть первый звонок Да Пожалуйста Я единственное Напомню Что с нами Джек Нейхаузен Из Флориды Из города Майами Слушаем вас Добрый день Алло Здравствуйте Я вот хочу Задать вопрос Вашему гостю Он Мне кажется Живет во Флориде Скажите пожалуйста Вот Вот эти Несколько лет Ваш губернатор Сандин Очень достойно По-трамповски Ведет себя В вашем штате Но К сожалению Многие Люди переезжают То есть Убегают Из Нью-Йорка Других Демократических Штатов Которые Могут Перевесить Чашу весов В сторону Демократов И у вас Вот Как вы думаете Насколько Республиканцы Могут Противостоять Скажем Нашесть Коммунистов В вашем Штате Спасибо Замечательный Вопрос Потому что Он полностью Отвечает И мыслью Мыслям Моим И моих друзей Потому что Я уже Встретил Некоторых Здесь Такого Типа Но Тут Есть один Все-таки Фокус Эти люди Могут Могут Как это Объяснить Как бы Там Не Было Когда Ты Боишься Выйти Из Своей Квартиры В Манхэттене И когда Ты гуляешь Здесь На Саут Бич Абсолютно Полная Полная Улица Без Масок И Всего Я думаю Это Немножечко Разрушает Либеральную Мораль Я Думаю Так Что Эти люди Могут Делать Вид Что Они Либеральны Но Все-таки Когда Придет Момент Если Они Здесь Живут Придет Момент Голосовать Все-таки Человек Должен Голосовать За порядок Так Мне Кажется Но В ту же Минуту Я Когда Вижу Что Произошло На Выборах Неужели Люди Не Видели Порядок И Грядущий Беспорядок Этот Вопрос Очень Болезненный Для многих Что Будет Со Флоридой Когда Сюда Опять Тут Вроде Бы Вычерпали Из Лодки Эту Мертвую Воду А Сейчас Трещину Стала Она Поступать Ой Боюсь Нам Надо Вы Тот Человек Который Звонил Должен Будет Нам Позвонить Еще Через Пару Лет Надеюсь Все Будем Мы Здоровы Чтобы Ответить На вопрос Мы Победили Хотя Бы Во Флориде Особенность Леволиберального Братства Так сказать В том Что Их Ничему Вообще Не Учит Даже Жизнь Вот То Что Ты Говоришь В Манхэттене Казалось Боже Если Ты На Своей Шкуре Что Увидел Но Немножко Переключи Тумблер И подумай Что 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 Есть И Кто Есть Кто Нет Они Будут Все Равно Вот Много Было Претензий На Тему Сколько Евреев Голосовали За Байдена Да Против Трампа При всех Его Каких-то Полезных Вещах Которые Трамп Сделал Начиная С переноса Посольства В Иерусалим И прочих Прочих Вещей А вот Соглашение Которое Израиль Подписал Исключительно Благодаря Политике Трампа И его Администрации И С Эмиратами И так далее И что А в итоге Все равно А почему Вот Спроси у многих В чем Причина И тебе Начнут Рассказывать Про каких-то Дедушек Бабушек Которые Всегда Тоже Были За Демократов И так далее И вот Эту Всю Ерунду И вот Эти люди Я боюсь Которые Действительно Вот Как и Этот Слушатель Переместятся Не только Во Флориду Они переместятся И в Техас И в другие Вот Красные Штаты И не факт Вот они уже Извини В помойку Превратили Тот же Остин Вот в Техасе Что там Это же уже Понятно Что за За город И кто там И что там Поэтому Действительно Важно Сохранение И тем более Когда есть Вот Губернатор Которого В принципе Многие Рассматривают Как Серьезного Кандидата В 24 Году У нас Очень сильный Контингент Здесь Все как-то На латинцев Смотрят Сейчас Нелегалы Валят Все Что хотите Но Флоридский Контингент Как-то Подобрался Кубинцы Венесуэльцы Из Никарагуа Эти люди Настолько Даже До безумия Про Трамп Почему Потому что Они так же Как Люди Которые Видели Советскую Власть На самом Деле Они Любыми Путями Готовы Как бы Голосовать За Либералы Имеют Еще Одну Жуткую Проблему Они Могут Не Сказать Час По дружбе Или Из-за Того Что Приятно С Джеком Встретиться Да Ты Ты Вообще То Прав И Падут Проголосуют За Байдена Ну Или Скорее Всего Уже Не за Байдена Я уж Не знаю Что Там Будет Досидеть Леон До Конца Своих Ну Вот Позитивно Я вам Скажу Так Я В 2016 Году Купил Выпущенную На русском Языке Я читал Английский Вариант Книги Трампа Но я решил Прочесть На русском Тоже Потому что Приятно Даже Дома Иметь Называется Думай Как Миллиардер Я думаю Многие Читатели Имеют Эту Книгу Я Вот Первый Раз Перечитал На русском Любой Человек Должен Иметь Эту Книгу Почему Потому что Это Дело Не как Богаты Вы Или Нет Это Интересно С точки Зрения Семьи Одежды Как Купить Квартиру Как Продать Квартиру Как Платить Долги Как Не Платить Долги Как Тут Просто Как Кухонная Книга Жизни Человека Как Жениться Как Развестись Как Растить Семью Очень Интересно Всякие Детали Я не знаю Почему Мне на русском Даже Больше Понравилось Она Вошла В меня Покажи Пожалуйста Она у тебя Там где-то Рядом Да Вот Вот Видите Дорогие Друзья Кто Кто Смотрит Нас Вот Такая Книга Замечательная Книга Выпущена В шестнадцатом Году Это значит Сейчас Она будет Уже Совсем Недорогая И Можно Пупить Не новую Не важно На Амазоне Продается Вполне Амазоне И на Да и будет Она была И в мягком И в твердом Так что Понятно То есть Кто хочет И самое главное Это книга Американского Патриота Не просто Экс-президента А человека Который Совершенно верно Который По-хорошему Любит свою страну И хочет Чтобы она Действительно Была лидером И хочет Чтобы она была Как и прежде Той Америкой Которую Все пришедшие Вот эти Сегодняшние Готовы Разрушить Готовы Вести Совершенно Ну Другую Как бы Стадию Они Понимают Жизнь иначе Они понимают Совсем Другие вещи И Вот такая Америка Трампа Для них Какой с горли Это понятно И вот Спасибо Трампа Что может быть Впервые в жизни Во время Вот этого Невероятного Что происходило В Израиле Мы не читали Типичных Нота протеста Из Саудовской Аравии Или Египет Посылает это Или Все На своих Местах Было Но Тем не менее Вот то Разрушение Которое Сейчас Идет С самого Верха Нашего Опять Мы возвращаемся К иранской Сделке Мы Давим На Тех же Саудитов И так далее Они При режиме Неблагоприятствования Могут Вернуться На прежние Позиции К сожалению Большому Потому что Ну скажем так Ну ты так думаешь А я думаю иначе Я думаю Что для них Для всех Иран представляет Самую большую Угрозу Такую же Как для Израиля И я думаю Когда подписывали Соглашение с Трампом Тут было Намного Больше За кулисами По-моему Они Договор У них был С Израилем Такой Мы Не трогаем Вас Не должны Вас любить Но не будем Мешать вам Но мы Надеемся Что вы Уничтожите Иранскую Угрозу Слушай Потому что Мы Если У них Хватит Духа И В общем-то Противостоять Нажиму Который Отсюда Начался И будет Продолжаться То как Говорится Я только Буду Аплодировать Тому Если Они Останутся То есть Соблюдать Будут Букву Дух Тех Соглашений Выгодных И для них И для Израиля Это очевидно Это же Понятно Ну Тут Вступает В игру Идиотская Вещь С этим Газопроводом В Европе Который Ударяет Это По По Арабскому Миру Так же Вообще С газопроводом Видишь Какая штука Получилась То что На днях Произошло В общем-то В небе Над Белоруссией Да Вот тот Весь Кошмар Который Вот этот Дефективный Диктатор Белоруссии Он же Президент Дал Команду И посадили Борт И так далее То есть Это Беспредел Называется При этом Мы традиционно Слышим Возмущение Прогрессивной Общественности Западных Стран Там и так далее Но И что Дальше А дальше Будет Все то же Самое Как Строили Там Осталось Какие-то Километры Я не помню 70 Что ли Километров Сколько Там И И что Будет Дальше Так У нас Есть Звонок Ну попробуем Его принять Добрый день Слушаем вас Здравствуйте Это НВС Здравствуйте Говорите Я может Не в тему Немножку Очень Спасибо большое Игорю Цесарскому Его гостям Постоянно В континенте У меня Вопрос Есть Ребят Ну как бы Я живу В Сан-Франциско 30 с лишним лет И Как бы У нас Когда-то Мы помним Рейгановскую В Калифорнии Насколько Я понимаю Она была Во Флориде В то время Были демократы Как все Перевернулось Я вам Зависую Здорово Я очень Любил Калифорнию Очень На моих Глазах Мы смотрим Сейчас Нос по ветру Куда Валить Отсюда Куда Валить Для Калифорнийцев С вашего Климата Вот у меня В здании Например Четыре Семьи Из Сан-Франциско Только Вот свежие Только что Купили Квартиры Для Вас Климат Конечно Флорида Будет Хороший Потому что Калифорнию Я бы Продал Мексики Назад Вместе С Бездомными С Бродягами Ну Такой Замечательный Город Сан-Франциско Так Любил Его И Лос-Анджелес Конечно Что Они Там Сделали Это Уму Непостижимо Если Это Произошло Где-то Там Климат 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 У нас Идеальный Особенно Если Мы Уже В Возрасте 60 Ну Тем Более В этом Возрасте Хорошо Отдыхать Тем Более Море Океан Солнце У вас Океан Довольно Холодный У нас Теперь Вопрос Смотрите У нас Был Губернатор Ну Это Здоровый Мужик Шварценеггер Шварценеггер Да И мы Все Радовались Наконец Республиканец И что Это Дало Нам Ничего Это Вы Можем На вашего Десанте Есть такие Вы знаете Рено Которые Республиканцы По названию 100% Мы Можем На вашего Десанте Дай бог Но Где Как бы Можно Ему Быть Уверенным Что Завтра После Десанте Не придет Опять Кто-нибудь Папись Окей Спасибо Вам За звонок Давайте Попробуем Джек Ответь В данной Ситуации Если Как Предыдущие Звонившие У нас Не разбавят Это Демократической Водой То Десантес Будет Стоять Долго Потому Что Латинские Семьи Из Всех Этих Жутких Стран Они Воспитывают Своих Детей Совершенно Иначе Чем Американские Семьи Это Потенциальные Они Не знают Слово Республиканец Это Не волнует Это Потенциальные Люди Которые Пойдут В огонь Воду За Десантес Но С другой Стороны Может быть Сейчас В Калифорнии Появился Шанс Из-за Того Что Вот Этот Дженнер Бывший Олимпийский Чемпион Но Тут Интересный Момент Может Быть Они Его Сейчас Не Наверят Демократы Хотя Он Для них Должен Быть Самым Большим Героем Но У него Есть Шанс Или Нет Трудно Сказать Давай Джек Послушаем Еще Звонки Добрый День Слушаем Вас Добрый День Добрый День Добрый Я Что Хочу Сказать Я Буквально Позавчера На Ютубе Посмотрел Видео Известного Чувака Вадим Из Твориды Глогер Из Твориды Он Написывает Собрание Состоявшееся Резубиканца Состоявшееся В Его Где-то Недалеко От Майами Не Само Майами Да Там собрались Республиканцы Обсуждать И женщина Республиканка Которая была Наблюдателем По-моему На Выборах Последних В Майами Дэд И говорит Что там были Такие нарушения Такие Все Ужас Просто Говорит Но Республиканское Руководство Флориды Приняло Решение Губернатора Десантис Я не знаю Не преследовать Потому что Мы все равно Победили Я считаю Что этим Создал Опаснейший Прецедент Ведь Победил То Он Каким Это Там Десять Тысяч Голосов В огромной Флориде И Если Сейчас Не Пересажают Флорида Тоже Уйдет Туда Так Сказали Мы пойдем Мы пойдем На все Чтобы Он Проиграл Может Десантис Как раз И был Умным Что он Пошел Чтобы Идти До Конца Я им Не Отдам Флориду Как Отдавали Флориду В прошлые Времена Кроме Того Если Я Не путаю Этого Блогера Здесь Во Флориде Каким-то Чудом Оказалось Очень Много Странных Людей Которые Ставят Странные Видео Которые Делают Вид Что Это Реально У нас Нейтральный Угол Далеко Не Нейтральный И Далеко Не Реальный Я Знаю Не Могу Назвать Название Потому Что Я Просто Не Помню Но Есть Три Или Четыре Даже Телевизионная Станция Не Только Видео Где Очень Странный Угол Зрения А Если Быть Демократ Сейчас Командовал Этот Угол Зрения Приветствовал Все Прекрасно И Хорошо Поэтому Спасибо Большое Что Вы Это Сказали Мы Смогли На Эту Тему Поговорить Да Ну У нас Еще Звонок Мы Еще Попробуем Принять Его Добрый День Слушаем Вас Здравствуйте Вот В нашей Стране В Соединенных Штатах Значит Практически Сто процентно Средства Массовой Информации Контролируется Так называемой Демократической Партией А что Происходит Во Флориде И как Это Можно Воздействовать На На Журналистов Чтобы Они Не были Политическими Преститутками Спасибо Большое Спасибо Браво Прекраснейший Звонок И знаете Странно Что у нас Есть тут Две газеты Сан Сантенниел И Хэролд Майами Хэролд Да Тоже Очень Левые Очень Левые Они для вида Поставят Какую-то Республиканскую Маленькую Статейку Залитую Полностью Как Сметаной Ложка В супе Из В борще Из Демократов К сожалению Вот Тут мы Приходим К самому Негативному Я Оптимистичный Человек Америка Была Моя Мечта Она Меня Не Подвела Я Ее Не Подвел Америка Для Меня Все Но Если Средства Информации Так И Будут Продолжать Быть На 95% Только Радио Имеет И Ну Считай 95% Телевидения Полностью На Другой Стороне Радио Может Быть 60% Все Так Республиканское Потому что Радио Не Такой Сильный Орган Если Не Будет Это Справедливо И Реалистически Я Не Знаю Как Будет С Переменами Потому что В Афлориде Все Идут Только На Убрать Новости Из Телевидения Не Могут Потому что Когда Десанты Сказал Вот Этот Закон Не Проходит Они Обязаны Это Сказать По Телевизору Даже С Таким Мертвым Лицом Они Это Произносят Мол Я Против Но Десанты Ну Джек Но При Этом Они Могут Комментировать А Вот Какие Комментарии Они Делают Вот Это И Дело В Том То И Дело И Как Вы Знаете Пропаганда Это Спасибо Ильичу Телеграф Пресса Искра Какое Там Вот Это Все Вот Поэтому Дорогие Слушатели Дай Бог Чтобы Появилось Что Это Мощное Отражающее Правду Ну На Сегодняшний День Это Только Пожелание Мы Пока Не Видим Каких Либо Еще Новых Таких Площадок Серьезных Которые Заявки Были Мы Помним Об этом В том числе И Дональд Трамп Говорил Что Вот Подождите Это Будет Мы Над Этим Работаем Пока К сожалению Вот Даже Платформа Ну Столь Ненадежная Как Ютуб Которая Ну В общем Нам Создает Только Одни Помехи По Понятным Причинам Мы Идеологически Им Не Близки И они В общем Всячески Это Подчеркивают Когда Те или иные Наши Материалы Не допускают Там И Лимитируют И так Далее Но Но Переход На Те Платформы Нам Бесконечно Предлагают А вы Идите Вот Туда Или Сюда На Парлер Или еще Какое Еще Но Господа Там Нет Аудитории Советовать Можно Но Если Здесь Вот То Что мы Делаем Все Таки По Разному Бывает Но Это Все равно Счет Идет На тысячи Десятки Тысяч Людей Которые Это Слушают Которые Каким-то Образом Участвуют В обсуждении Там Этого Нет Вот Я Попробовал Такая Есть Сеть Миви Называется Ну И что Ну И что Там Вот Как Вот Я Человек Стоп Подписал То есть Мы Условно Говоря Задружились Все На этих Стаях Все И Закончилось Там Мертв К сожалению Потому Потому Что На том же Фейсбуке Люди Все Таки С Какого Там Седьмого Восьмого Года Выстраивали Вот Этот Весь Конгломерат Отношений Каких-то И так Далее Уйти В одночасье Тяжело Потому Что Поразительный Парадокс Огромнейшие Деньги Идут В сторону Либералов Огромнейшие Это Противоестественно Потому Что По Идеи Поэтому Трамп Был Противоестественный По Идеи Трамп Это Представитель Того Что Пролетариат И Крестьянство Должно Ненавидеть А это Был Патриот Который Сказал Да Я Магнат Ну и Что Но Вот Эти же Магнаты Все Зукерберг И все Остальные Посмотрите Что Происходит Это Абсолютно Против Своего Своей Страны И Сила Там И Сборы Денег Там И Невероятные Финансовые Поддержка Невероятная Это Вот тут То Вот тут То Загвоздка Я Как-то Думал Если Трамп Выиграл Он же Один Из Из Этого Клуба Но Клуб Быстро Уволил Его Ну Он Чужой Он Для них И Опасный Потому Что Он Совершенно Их Адженду Он Не Воспринимал У него Она Собственная И Именно Вот Это Было Воспринято Ну Достаточно Вот Получается Какая штука Что Внизу Людей Симпатизирующих Консерваторам И республиканцам Он Безговорочно Был Поддержан А вся Элита Известно Как его Приняла Та же Республиканская И Результат Был В 20 Там пошло Глубже Еще Если Ты Конгломерат С Биллионом Рабочих Да Каждый Этот Рабочий Думает Ну Узнают Что Я Не С Этими Могут Уволить Это Это Было Много Такого Юнионы И Все Остальное Это Все Было Вот В том То И Дело Поволчевыть Когда Ты Живешь С Волками Это Работа Должна Быть И Юнион Всюду Чтобы Победить А Когда Это Делалось В полруки Ну Это В полруки Не делалось Я считаю Он Объездил Всю Страну Он Собирал Митинги Это Показывало Ему Что Его Поддерживают И Что Получилось В итоге Тот Два С Половины Человека Собирал Подъезжая Это Чучело И Что А В итоге Как Там Это Приписывается Иосифу Виссарионовичу Важно Кто Считает Никто Как Голос То То есть Мы Получили Вот Это Единственная Есть Надежда Что Этот Опыт Такой Негативный Каким То Образом Уже В 22 Году Будет Использован Но Посмотрим А Сейчас Всем Хорошего Дня Джек Тебе Большое Спасибо За Участие Вам Всем Спасибо Большое Всего Хорошего До новых встреч Всего Доброго Продолжение следует